Продакшн. Структура, которая, как я пояснял, уже ничего сама не создает, только продукт. Она ничего не придумывает. К ней приходят люди, неважно, рекламодатели напрямую или агентство, размещают заказ. Агентство. Опять же, в экологически чистых условиях. Агентство приносит готовый сценарий, готовую раскадровку. Агентство не объясняет продакшну, в чем важность такого-то продвижения, какое тут брендирование, каким образом тут должен быть создан логотип и так далее. Продакшну это вообще не интересно. Продакшну сказали, вот сценарий, вот раскадровка, тащи сюда режиссеров. Пришел первый режиссер, составил по раскадровке тритмент, то есть режиссерское видение, да, как это должно было бы быть. Предложил какие-то там ходы, агентство вольно выбрать это, режиссер не выбрать. Это что касается экологически чистых условий. В наших условиях. Агентство приходит в продажу и говорит, вы знаете, нам нужен сценарий. Агентство само не пишет. 90% агентств, с которыми мы работали, приходило к нам и говорило, вы знаете, нам нужен сценарий. Мы говорим, ну а, собственно, нам же неизвестен ваш клиент. Мы не знаем его задачи. Сейчас даже не сценарий, а ролик нужен. Да, ну, собственно, да, ролик, естественно, да. И говорят, ну, мы говорим, ну не знаю задачи, какие задачи перед нами. Ну, вы напишите, вот у нас клиент такой, у него услуга такая. И начинаешь так. В общем, о чем вы говорили? Да, и что? И последних дел, да. Вот, собственно, как бы после этого начинается такая, ну, что-то написали, что-то создали, что-то предложили. Благо, собственно, как бы опыт в этом все-таки есть. Начинается дальше бодалов по бюджету. Естественно, агентство хочет на нас заработать. Без вопросов. Это бизнес, да. И рассматриваем это исключительно пока как бизнес. Агентство хочет заработать, хочет заработать хорошо. Потому что свою агентскую функцию она не выполняет. Агентство является в этом случае исключительно посредником. Оно не предоставляет, естественно, сценариев. Оно не делает, не проводит предварительные работы по вообще производству с клиентом. Оно вообще практически не участвует в предпродакшен периоде. И вот когда эти бодания наконец-то до чего-то доходят, то есть как бы агентство утверждает какую-то определенную сумму, понимая, сколько оно с него там получит, начинается предпродакшен. Предпродакшен уже даже ведется не с агентством. Ведется вообще с каким-то человеком, которого выделили от заказчика. И знает ли заказчик нас, знает ли заказчик вообще, какая вообще стоит задача у агентства, еще неизвестно. Потому что опять же в этой линии обрыв. То есть та цепочка, которая идет клиент агентства продакшен, на моменте агентства есть обрыв. Кто-то где-то, чего-то с кем-то не может никак договориться. Все думают, что ну вы же продакшен, вы не знаете это, найти вам. Все, где-то пусть, работайте. Все, ребят, это ваше. Мы не знаем, мы ничего не знаем. Мы вот только вот денег потом захотим и все. Что касается опять же как бы организации работы непосредственно, то есть как бы с клиентом. С клиентом несколько проще работать все-таки. Несмотря ни на что, несмотря на какие-то есть какие-то вопросы, моменты. С клиентом работать проще, там человек ответственный за свой бизнес. В основном обычно это генерал. То есть идет генералитет, он знает, что ему надо, он представляет, как это собственно как бы должно быть. Он как бы более сговорчив, он знает, сколько на это тратит денег.